Сегодня, 29 октября, в России празднуют День образования подразделений вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации. Службе исполняется ровно 67 лет. Однако ее история имеет более глубокие корни и тесно связана с именем генерала от инфантерии Евграфа Федотовича Комаровского. 250-летие со дня рождения графа страна отметит в этом году. Подробности в нашем следующем сюжете. Мобильные группы задержания ежедневно в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей и организаций округа, сохранность их имущества и право порядок на улицах. Свой профессиональный праздник большинство сотрудников неведомственной охраны встречают на боевом посту. Перед тем, как заступить на дежурство, каждый из них проходит тщательный инструктаж. Наряды проверяют на готовность к несению службы с оружием, а транспортные средства – на исправность. Мелочей здесь не бывает. Это в своем выступлении отметил и начальник окружного управления Росгвардии, подполковник полиции Александр Димитриев. Моя группа задержания является наиболее самоподготовленным подразделением, которое может реагировать на те или иные происшествия, которые происходят у нас в округе. Поэтому от того, какие вы меры в свое время примете по прибытию на объект, на место происшествия, от того, где происходит возможное разгорание, пожары, дальше будет зависеть чья-то жизнь граждан в нашем округе. Торжественное собрание в честь профессионального праздника собрало вместе сотрудников, работников и ветеранам службы. Преступления пресекаются и не совершаются не там, где большой штат сотрудников правоохранительных органов различных уровней, а там, где ведется, пусть незаметная, но каждодневная, кропотливая, профессиональная работа ежедневная сотрудников. От лица Совета ветеранов и от себя лично сказать вам большое спасибо еще раз празднику. Спасибо. Праздничное мероприятие завершило церемония вручения ведомственных наград сотрудникам отдела вневедомственной охраны, достигшим высоких результатов выполнения возложенных на подразделения задач. Одной из основных задач отдела вневедомственной охраны в Нинецком охране является охрана имущества граждан и организаций на говарной основе, а также участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех руководителей, сотрудников, работников, ветеранов Нинецком охраны с их профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет министров Советского Союза принял соответствующее постановление. Однако служба имела более глубокие корни и тесно связана с 29 ноября 1769 года и днем рождения графа Комаровского. Евграф Федотович первым возглавил отдельный корпус внутренней стражи Российской империи, ставший прообразом Росгвардии и эффективным инструментом поддержания правопорядка. Сотрудники вневедомственной охраны стали достойными преемниками графа и постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство.